Добрый день! Сегодня утром собрал вас взгляд следующего. С уверенностью могу сказать, что все попытки украинских войск отбить аэропорт, взять реванш изображений, которые мы нанесли в прошлом году, за те, за то бахвальство, которое они в течение этого года уверяли Украину и всю мировую честность, что он не в состоянии отбить новый термин. Сейчас мы сказали, что все попытки провалились. Украинская армия понесла громаднейшие потери. На сам терминал было в течение двух суток сделано более шести атак. Двое технике совместно с пехотой. Все они потерпели поражение. Также потерпел поражение прорыв украинских военнослужащих в Донецк. К сожалению, был сбор на Путиловский мост. Вся колонна, которая шла на прорыв, была уничтожена, взята в плен внутри человека, конкистов. Поэтому ничего украинских военнослужащих не получилось. Еще могу отметить, все недели, которые, когда мы кричали всему именуществу, что в ОБСЕ, всему миру, Европе, что Украина использует перемирие для того, чтобы перепропироваться, вооружиться, создать слаженные боевые подразделения, которые способны выполнять боевые задачи, никто не слушал. Сейчас мы все прекрасно видим, что Украина нарушила перемирие, атаковала. Таких ракетно-артиллерийских ударов, которые мы перенесли за эти трое суток, мы не приносили никогда. Это правда. Украина расстреливает мирные дома, мирных жителей, детей, стариков, женщин. Применяет боевую операцию. Вы знаете, что вчера ближе к вечеру Украина бомбила Орловку неприцельно. Под обстрел попал даже представитель колесонного центра, которые находились в городе Орловке. Осколки летали даже возле миссии БСЕ в Донецке. Еще раз хочу отметить, что мы мирные люди, мы не хотим войны, мы не хотим никого не убивать, но в состоянии вооруженной силы Народной Республики адекватно ответить на все происки врагов. Вчера в результате контратаки боевые действия начались уже в Украинах города Авдеевки. Населенный пункт Пески вчера два раза переходил из рук руки. Сегодня мы закончим операцию по зачистке этого населенного пункта. Но вот еще отметить следующее. Подъем патриотизма у населения вырос в разы. Такой наглости, такого наглого обмана, такой наглой брехни я еще, честно скажу, не видел. Вчера советник президента Украины Порошенко отметил, что они будут показывать, как они бьют по зубам. Но он сказал следующее. Идите к учителю, тренеру по боксу, ставьте себе удар. Вы бьете, как крестьяне. Плохо у вас это все получается. Занимайтесь спортом. Прошу вас. Завязывайте свои шнурки и идите к тренеру по боксу. Иначе у вас это все плохо получится. Либо шнурки разряжутся в самый неподходящий момент, либо по зубам промокнетесь. Мы занимались спортом по зубам и теплым. Мы это доказали. Еще раз хочу обратиться к всеми мировой общественности, к ОБСЕ. Если вы хотите и разделяете наше мнение о прекращении огня на Украине, заставьте Киев выполнять все минские договоренности. Представители СМИ, вам огромное спасибо. Спасибо.